Вопрос, который рассматривается в хадисе 581-582. Какого постановления можно ли ругать умерших? В этих хадисах указание то, что ругание умерших запрещено. Потому что честь имам запретна, будь то живых или мертвых. Сказал пророк в запретном городе, в запретный день, в запретный месяц, в запретном месте. Этот хадис является достоверным приходом в Бухарии мусора, сухов Абу Бакраты. Но исключением из этого является критика, что в слабых передатчиков, из передатчиков хадисов, а также порицание новобвиненцев и людей своих страстей, а также других, если в этом есть нацихат для аршины. То есть, если человек умер, но вред от него остался, его вред все равно порицается и указывается на его ошибочность и тому подобное. Ясно или нет? Для чего? Для того, чтобы защитить идеологию живых. То есть, отдается защита живых, идеология живых. И опека и забота о живых отдается предпочтению этому перед чем? Перед честью мертвых. Это понятно или нет? То есть, не ругается сам мертвый, но указывается на его ошибки. Для того, чтобы люди остерегались их. И относительно этого передали единогласное мнение сразу несколько ученых. Из них имаман-Науи, а также ибн-Хаджир, а также Ашалкани, а также другие. То есть, то, что разрешено ругать заблуждение некоторых людей даже после их смерти. Почему? Чтобы защитить эти идеологию живых. Это был последний вопрос из книги о похоронах, о похоронной процессе. И со следующего урока, иншалла, начнем Китабу с заката. То есть, книга относительно заката. Субтитры создавал DimaTorzok